Вы пишете книги, пишете статьи и так далее, и чаще всего я встречаю такие тексты, когда люди разделяют эти понятия, взгляды, то есть эта проблема вообще отсутствует в среднестеренциональном подходе. Если, например, мы возьмем разные течения феминизма, то, например, радикальный феминизм борется с патриархатом в общем целом как системой, например, марксистский феминизм борется с капитализмом, и если, например, капитализм можно победить, то такие вещи, как патриархат, как расизм и колониализм уже отпадут. Социалистический феминизм борется с патриархатом и капитализмом, и вот деклониальный феминизм, это все очень грубо и кратко, он борется с патриархатом и борется с империализмом вместе с колониализмом. Я определяю себя как социалистическая деклониалия феминиста, поэтому я считаю, что у нас есть три проблемы, это хат, колониализм и капитализм. Но сам, если говорить не кратко, обширно, то колониальный феминизм – это концепция, которая отклоняется от западных моделей и учитывает разнообразие культур, в которых живут женщины. Он признает, что все женщины не сталкиваются с одинаковыми проблемами и что борьба за расы должна учитывать разнообразие их опыта. Признает, что колониализм и империализм оказали огромное влияние на жизнь женщин в посколониальных обществах. Он также учитывает, что опыт женщин в этих обществах может и, скорее всего, отличаться от опыта женщин в западном мире. Уделяется особое внимание взаимодействию полового, расового подавления, а также тому, как оно влияет на жизнь женщин в посколониальных обществах. Извините, пожалуйста, в источниках. Могу ли я вам потом подправить? Да, но за очередь у меня это колонармин. Вы пишите или нет? Это моя ошибка. Нет, я не чтобы заживить, я просто хочу, чтобы весь раз лучше говорить этот колонармин. Дело в том, что это не полностью скопированный текст. Потому что для меня важно, как вы видите и смотрите. Я вижу, что это не все, но я вижу, что откуда дверьшка взята. Хотелось бы, чтобы это было видимо и страшно. Я знаю, что вы знаете. Извините. Основные идеи доколониального феминизма – это критика западного феминизма и его ограничений. Признание различных форм эксплуатации и дискриминации женщин в посколониальном обществе. Анализ существующих отношений власти и насилия, связанных с полом, расой, классом и идентичностью. Подчеркивание рода женщин в посколониальной борьбе. Вообще, чтобы мы понимали, то что борьба женщин, она не сталкивается только с проблемами белых женщин. То есть саму борьбу с патриархатом у нас принято считать движение супражисток. То есть белых женщин, которые начали эту борьбу за право голоса, право выбора. И затем уже после них словно пошла вот эта вот борьба за права женщин. И вот эта вот риторика того, что пришли белые люди и подарили нам всем выбор, мне кажется довольно нечестная по отношению к нашим предкам, к нашей истории. Потому что, например, в моей семье, если учитывать каждый контекст, то феминистками считались, даже не называя себя, считались мои бабушки, прабабушки. Я уверена, что в этой комнате у многих из нас есть предки, которые, возможно, даже не знали, что такое феминизм. Но, тем не менее, защищали права своих дочек, внучек. Если, например, мои родители всегда говорят, что главный удел женщины – это выйти замуж, то моя бабушка всегда, например, говорила, что самое главное – это получить образование. Самое главное – это найти хорошую работу. Единственные ее такие патриархальные штучки были – это то, что нельзя стричь волосы. Но это уже другая история. Кстати, как Наташа сказала, мне очень понравилось, что именно деколониальный феминизм образовался буквально около 15 лет назад. То есть постколониальная теория начала разработаться с 1980-х годов, но деколониальный выбор начался 15 лет назад. Поэтому нет еще такого, знаете, методички, техзадания, прям каких-то, я не знаю, расписанных идей, что нам делать, как нам делать, как можно, например, победить клониальное мышление в головах наших сограждан. Например, в наших странах есть такая практика, как Алла-Ашу или Алла-Ашу. Когда мы говорим о колониальном мышлении, мы хотим сказать, что все эти вещи, которые нам навязаны западного феминизма, мол, они не должны затрагивать наш какой-то национальный контекст, но что делать, когда, например, дело касается тех вещей, тех культурных контекстов, традиций, которые затрагивают, например, тему насилия. То есть, например, Алла-Ашу, он не всегда был такой насильственной практикой. Он таким стал буквально с советского времени. До этого эта практика была довольно добровольной, то есть она была... То есть ее использовали для того, чтобы избежать вот эту оплату Колыма, но именно в советское время эта практика стала обороненасильственной. Женщин забирали, буквально похищали из дома, насиловали, и затем им просто было невозможно вернуться обратно, назад, домой. И вот что делать, например, с доколониальной оптикой именно в таких местах, в таких моментах? Мы, например, не можем сказать то, что вот такие вещи должны остаться. Даже не хочется говорить то, что... Извините, я сбила этот смысл. Давайте продолжим. В общем, надеюсь, вы меня поняли, что я имею в виду. У меня сейчас что-то не знаю. Извиняюсь, я купила две чашки кофе. Извините. Так. Давайте поговорим об аспектах доколониального феминизма. Самое главное – это инклюзивность, знание о разнообразии женского опыта в зависимости от культурных, исторических и социальных контекстов, контекстуализация, анализ проблем женщин в социокультурном и историческом контексте их жизни и критика, оценка западных стандартов и низкой теории на основе их применимости к различным контекстам и обществам. Я хотела бы вам рассказать про один пример, когда мы слышали про топ из джихад. В 2013 году нигерийская писательница, активистка Нитра Нагараджан раскатиковала феминистскую протестную группу, устроившую топ из джихад. То есть, они сделали ответ на угрозы, поступившие пемийской активистке Амини Тайлер. Она опубликовала фотографии довольно откровенного характера в Facebook. И фемин заявили, что сама возможность женщины снять хиджаб и из себя снять одежду есть основной показатель реализации прав женщин, доказательство того, что она вправе распоряжаться собственным телом. И Читра Нагараджан на это ответила, что фемин выставили женщин в Северной Африке и Нижнего Востока угнетенными жертвами, в отличие от раскрепощенных женщин Запада, которые живут в развитом обществе и имеют право на раздевание. Также вот эти аспекты, они не включают в себя контекст. Почему, например, люди считают, что, например, снятие из себя одежды, снятие из себя хиджаба это является освобождением, значит, женщина, которая выбирает более закрытый формат одежды, она является не свободной. Такие вот вещи пытаются учитывать в себе доколониальный феминизм. И, например, журналистка Guardian Кэтрин Винтер писала, что Джордж Буш оправдывал войну в Афганистане, в том числе борьбой за женские права. Избиратели его в этом поддерживали, однако, стремясь защитить независимых женщин Востока, Буш никогда не являлся сторонником феминизма в собственной стране. Замечал Винтер. Это все писал Корпс. То есть очень много людей пытаются использовать доколониальные или феминистские контексты для того, чтобы заработать себе политические очки, социальные очки. И такие вещи пытаются учитывать доколониальная оптика. История доколониального феминизма. Вот, как я сказала, он начался в 1980 году. И мы начали латиноамериканские феминистки. Это «Черри Мурага», «Глория Анзальдуа», «Бейл Хукс» и «Шармен Юрис». Может, вы слышали, что «Черри Мурага» и «Глория Анзальдуа». Они являются американскими драматургинями, писательницами, активистками. Они писали очень много книг и статей о доколониальной оптике и даже о феминистской борьбе именно с черного контекста. То есть черные феминистки рассказывали о том, как важно учитывать права не только белых привилегированных женщин, но также их... Также «Бейл Хукс» является соосновательницей движения «Black Lives Matter» в штате Камулия. А, вот я, наверное, начну рассказывать именно про историю колонизации в разных странах. Какую борьбу вели женщины и какой опыт испытали они именно во время колонизации своих стран. Именно в Индии во время британского правления в 19-20 веках многие женщины были захвачены и использованы в качестве сексуальных рабынь для британских офицеров. Эти женщины были названы... О, господи, извините за мою обчатку... Назывались конкубинами или сарай-оман. Британцы также использовали индийских женщин в качестве дешевой рабочей силы в текстильной промышленности и других отраслях. Сейчас тут фотографии про женщин. Именно индийские доклониальные юминейские рассказывают о том, как их прабабушки, бабушки и другие их предки прошли через путь колонизации и какой тяжелой была их борьба за свои права. В Индии очень часто использовались методы насилия в отношении женщин, даже экономической эксплуатации. Это женщины использовали во время работы в плантациях и в отличие от мужчин им не оплачивали их труд. Очень часто даже их убивали после того, как они выполнили работу, чтобы не оплачивать их работу. Также в Китае в конце 19 века многие женщины были проданы в сексуальное рабство за границу, чтобы удовлетворить спрос на проституцию в колониальных странах. Их как Франция, Великобритания, Япония. Китаянок обращались в сексуальное рабство, чтобы китайские кули, которые сами были рабами, почувствовали себя как господами. Китаянок прямо с кораблей отправляли в особую комнату королевы, где рабо-торговцы раздевали их и осматривали как скот. Сейчас вы видите, именно китайские женщины пережили пик сексуальной эксплуатации, когда они были отправлены уже сейчас в Соединенные Штаты Америки, в город Сан-Франциско. Коли, так называли китайских мигрантов, они продавали собственных согражданок за какие-то смешные 140 долларов. И если, например, вам каким-то из девушек повезет, и они выглядели более привлекательно для людей, то есть для организаторов, то их продавали за более высокую оплату, но тем не менее не доплачивали их отцам, которые их продавали. То есть, например, женщин продавали за 100-200 долларов, но затем эти самые пули перепродавали за 3000-4000 долларов. И таким образом женщины совершенно были отрезаны от какой-то свободы, и их отделяли в правах и насиловали. А также в Конго была очень… То есть, ЮНЕСКО, он определил, что именно в Конго в 19-20 веках было одно из самых страшных геноцидов. Ему называют скрытым или секретным геноцидом. Вот. Там, получается, женщины не только убивали, насиливали, эксплуатировали, также у них забирали их детей и отдавали их в рабство. И если, например, эти женщины и их мужья не выполняли какой-то план по работе на резиновых плантациях, то у них детей отрубали руки. Вот. Сейчас я покажу вам фотографии. Вот. Это все происходило во время биргийской оккупации Конго во времена правления Леопольда II. Вот. Это очень общеизвестная информация. Можете об этом посмотреть. Привет. И до сих пор в Белеге, как я знаю, оплачивают репарации у спублики Конго за содеянное. Вот. И, возможно, вы слышали когда-нибудь о термине «женщины со станцией утешения». Я думаю, кто смотрит на рамы хорошо с этим знакомы. Вот. Получается, во время войны Япония создала систему комфортных женщин или по-другому женщины со станцией утешения, чтобы обеспечить японским солдатам сексуальные услуги. Эти женщины были захвачены во время японских военных компаний в оккупированных странах – Корея, Китай, Филиппины. И были депортированы в другие страны, где воевала императорская армия. Они были вырождены работой в борделе, где их использовали в качестве сексуальных рабы. Оценки того, сколько женщин было вылечено, колеблются от 20 тысяч до 360 тысяч. И, получается, именно в Корее эта борьба против, точнее, за признание Японии своих военных преступлений до сих пор идет. Каждые выходные, нет, каждую неделю женщины-активистки собираются возле посольства Японии в Сеуле и устраивают еженедельные акции, поют песни и пытаются добиться репараций. Они пытаются добиться того, чтобы Япония признала свои военные преступления и хоть как-нибудь возместила ущерб и извинилась перед женщинами, которые прошли через этот ужас. Можно, пожалуйста, поставить видеоролик номер один? Я хотела показать вам видео, которое показывает в Сеульском музее войны, посвященном женщинам со станции утешения. Это одна из историй одной женщины, которая выжила после жизни в этих лагерах. Я требую говорить. Я требую говорить. Мой отец был против того, что вытворяло японское правительство по отношению к Украине. Однажды к нам пришли японские полиции и обвинила моего отца в том, что он мне отдает медь для вооружения. Через мое мертвое тело, вы никогда не заберете мои вещи, сказал мой отец и ушел. Затем он решил спрятать всю медь и закопать их. Он и его рабочие копали ямы и пытались закопать все. Тем не менее, их сдали и таким образом моего отца забрали в тюрьму. Я пошла в тюрьму, где мой отец находился вместе со старостой. Мой отец был в ярости и на плечах. Больше никогда не приходи сюда и не посещай меня. Я никогда больше тебя не увижу, больше никогда сюда не приходи. Точнее, я к тебе больше не привыкла. Он был очень расстроен. Через несколько дней к нам пришел старостой и предложил мне поработать на фабрике. Если я поработаю, то он обещал, что моего отца поскорее выпустят из тюрьмы. Через два-три дня. Точнее, он положил как работать с учеником. Я наивно поверила в это. Отец Чон Су-Мой никогда не был отпущен и умер в тюрьме. Я наивно поверила в тюрьме. Меня отправили в остров Симаран. Я наивно поверила. Меня там остались с двенадцатыми другими девушками. Я поняла, что мы больше не в Японии. Это намного было дальше. В ту ночь ко мне пришел один женский офицер. Он был очень ям. Я была очень напугана. Всей ситуацией у меня было всего лишь пласть. Я была самая младшая из транса девушек. В ту ночь у меня изнасилована. Я пыталась сопротивляться. Я отталкивала его. Но солдаты делали мне инъекцию от мема. Так я стала зависимой. Я даже не понимала, сколько солдатов посещали меня за выходные. Они все оставали в очередь и ждали своего членов. Кто? Я помню. Я помню. Две девушки ударены. Солдаты закопаете в девушек, словно они были собаками. Они давали мне таблетки от Маурии. Я смогла собрать 40 из них. Медицинский офицер давал каждое влияние по 2-3 таблетки каждый раз. Я выпила все 40 таблеток за раз. Я должна могла представить, что у меня есть. Я была без сознания 3 дня. Люди вокруг меня говорили, что кровь шла из моего рота и ушли. Ротаюши. Ротаюши. Это был единственный раз, когда я могла увидеть обычных граждан. Я была очень рада их видеть. Даже если они видели по-другому. Я не могла убить других людей помимо японских солдат. Мы в тот момент даже не понимали, что Япония сдалась из тринадцати девушек, кто из них убил мертвую. Японские солдаты хотели убить нас в бомбоубежище. Но все десять девушек не помещались в бомбоубежище. Больше я узнала, что несколько девушек были зарезаны, и трое из четырех девушек были убиты. Кто бы ни заходил первым, был мертвым. Однажды один местный меганзийц, который забирал трачку, взял письмо от корейского солдата, который был военопренником, который написал письмо для армии союзников. Он попросил его доставить письмо как можно скорее. Таким образом, армия союзников пришли в лагерь. Я наконец-то добралась до дома и узнала, что моя семья была полностью мертва и все работники покинули дом. Я покончила с опиумом, и это заняло у меня около четырех-пяти месяцев. Я продолжала себе говорить, что надо оставаться живым. Возможно, они забрали у меня мое тело, но никогда не смогли бы забрать мой дух. Таким образом, я и выжила. Это настоящая история Чан Сула. Женщина, которая смогла выжить после японской оккупации и жизни в лагерях сразу на тишину. Именно в Корее это борьба против японской оккупации и этот доклониальный дискурс работает намного мощнее, чем в других странах, в которых я копировала в Японии до, например, Китая и Филиппина до сих пор замалчивают эту историю. Можно ли вернуться к презентации? После того, как мы поговорили о мировой истории колонизации женщин, это, конечно же, не вся история, так как было очень много фактов, например, как женщины в Латинской Америке боролись за свои права, предали эксплуатацию от колонизации и в общем всего. Но именно сегодня я хотела поговорить больше, затронуть историю Центральной Азии. Одним из ярких примеров эксплуатации женщин в Центральной Азии было принудительное привлечение женщин в сбору хлопков. В 50-е годы советское правительство начало масштабную кампанию по сбору хлопков в Центральной Азии. В результате чего многие женщины были вынуждены участвовать в этом процессе. Женщинам обещали зарплату, но вместо этого они получали лишь ее участие и находились в условиях жестокой эксплуатации. Советское правительство устанавливало квоты для женщин на руководящих должностях, но на практике они часто не могли получить такие должности, так как были дискриминированы из-за своего пола. В некоторых случаях женщины были также вынуждены выйти замуж, чтобы подчинить традиционным семейным ролям. Кроме того, советское правительство проводило политику насильственного уплотнения семей, что приводило к разлуке семей и принуждению женщин между браком и абортом. То есть изначально с нашей всей истории нам всегда внушали то, что вот Советским Союзом к нам пришла цивилизация, к нам дали права, и женщины наконец-то дали свободу, высказывания, и наконец-то женщинам дали работу. На самом деле это очень, как сказать, контрвершал биторика. То есть женщинам, конечно, дали в ту пору работать, но также не освободили от домашнего труда. То есть женщины приходили домой, и им приходилось выполнять вторую роль, вторую работу, точнее вторую смену. Также, получается, мужчинам они работали не единственной работе, приходили домой, и как мы все знаем, все, что им оставалось делать, это сидеть на диване, когда как женщинам, советским женщинам обычно приходилось тащить всю семью. Особенно во время Второй мировой войны советским женщинам приходилось не только поддерживать всю семью экономически, но также работать трое и четверо, четыре раза больше для того, чтобы поддерживать советскую армию. Также есть огромный пласт истории советских женщин, связанных со Второй мировой войной. К сожалению, Вторая мировая война, точнее Великая Отечественная война, как у нас ее называют, очень сильно гламуризирована, романтизирована. Такие аспекты истории, как сексуальная эксплуатация женщин в офицерских рядах умалчиваются. Ее никогда не показывают в кино, не рассказывают нам в учебниках. Есть только маленькие такие случаи, когда документали в фильмах, в известных порталах и статьях рассказывают о том, какой ужас пережили советские женщины на войне. Фотографии, кстати, вот фотографии, точнее советский пост распрощения женщин Востока, которые я тоже считаю довольно «Во время военного периода Второй мировой войны многие женщины присоединились к советской армии, чтобы защитить свою родину. Однако многие из них стали жертвами сексуального насилия со стороны своих сопурсников и начальствующих офицеров. Некоторые женщины были вынуждены заниматься проституцией для удовлетворения сексуальных потребностей солдат. После военных приют эта проблема продолжалась. Женщины, работавшие в армии или на военных объектах, были вынуждены подвергаться сексуальному домогательству и насилию со стороны своих коллег и начальствующих офицеров. В прошедших войну женщины часто считали сексуально распущенными похода полевыми женами, которые пошли на фронт и защищать родину, а соблазнять чужих мужей. Даже Сталин защищал риторику женщин, солдат как сексуальных рабы. То есть он даже в одном из своих выступлений, точную цитату я сейчас для вас не найду, но когда женщины на одном съезде партии подняли эту проблему того, что женщины даже после войны критикуют за то, что они выступали как солдаты. Он сказал, что это была их участь, что таким образом они помогли военным победить. И таким образом он просто строил всю историю вклада женщин в вторую мировую войну Великую Отечественную. Также женщины, которые пытались высказать начальникам и офицерам о своих проблемах, о том, что их сексуально эксплуатируют, то есть их от права не защищали, они даже получали какое-то отмещение. Очень часто были в мемуарах советских солдаток упоминания о том, что после того, как они шли к своим офицерам, чтобы рассказать о случае сексуализированного насилия, сами офицеры закрывали за ними дверь и пытались их либо шантажировать, либо сами насиловали этих женщин. После войны эти женщины не могли даже выйти замуж, так как буквально все общество знало, что если ты воевала, то есть ты не была в трубу, то значит, что тебя насиловали. И никто не говорил о том, что это было насилие. Все говорили, что эти женщины сами туда шли, чтобы, как написано, соблазнять чужих мужей. Ну, в общем, на самом деле эта проблема очень редко поднимается в обществе. И сейчас, когда идет эта доколониальная риторика, очень многие женщины понимают эту проблему и высказываются об этом. Даже сами женщины ТЛА, они дискриминировали женщин-солдаток, они демонизировали их образ и выставляли их как распутниц. И, как я говорила, то, что даже если сам Сталин одобрял насильственное поведение своих солдатов к женщинам, то чтоб говорить о простых людях. Что-то я очень быстро иду. Следующим я хотела поговорить о доклониальном феминистском искусстве. Извините, что я так прыгаю с тем и с тем. У меня нет переходов классных. В общем, доклониальное феминистское искусство – это движение в искусстве, которое стремится к расширению феминистского диалога за пределы западных границ, к установлению социальной и культурной справедливости в контексте постколониального мира. Оно появилось в ответ на недостаток предстоятельности и разнообразия в западно ориентированном феминистском искусстве. Доклониальные феминистские отвергают идею, что феминизм является универсальным и однородным движением и заявляют о необходимости учитывать множество различных голосов и перспектив. Доклониальное феминистское искусство часто анализируют отношения власти и неравенства, которые продолжают существовать в результате колониализма и культурной экспансии. Художники, работающие в этом направлении, используют широкий спектр метео, включая фотографию, видеоинсталляции и живопись, чтобы выразить свои идеи. Некоторые известные художники, работающие в этом направлении, включая «Доклониальное феминистское искусство» имеет цель не только выражения голосов, но и вызовов устоявшихся нормам и стереотипам. Оно призывает к общественной адаптации новых и более инклюзивных представлений о том, что означает быть женщиной в постклониальном мире. Я хотела бы вам показать несколько примеров доклониального феминистского искусства. Можно, пожалуйста, видео номер два. Видео номер два. Как вам нужно назвать? Джон Эхорс. Редактор субтитров А.Семкин Это love. ГубкинU index лего実 бат Продолжение следует... 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 Работает по теме деколонизации и культурной трансформации, которая происходит сейчас в Узбекистане. А можно вопрос? А как видалось? Также мы можем посмотреть других сценарий азиатских художников. Например, работает Альяна Пангаевой. Она кандидатская художница, работающая в жанре фотографии и видео-арта. Она в своих работах исследует тему, связанную с национальной юридичностью и культурной политикой, социальной дискриминацией, которая сейчас происходит в Узбекистане. К сожалению, в интернете все видеоматериалы ее работы не смогут найти, но, я думаю, вы сможете найти ее в социальных сетях. Также вот Женя Милатя Пасова из Исландской фотографии. Она использует фотографию как способ для исследования тем, связанную с национальной юридичностью себя, как казахстанки, именно в современном контексте, после следствия по манграции. И машина Желго-Азбекова, казахстанского художница. В общем, все эти имена. Сейчас мы, наверное, перейдем на другую тему, но если у вас вопросы по рекламенуализму, сейчас мы, наверное, перейдем на другую тему. В этом говорит, что социализм за нас есть тем, как это дискуссия. Потому что так, позиционно, то, что накуп вы думаете, как сейчас делится. И вместе с этим не уходить в то, что я уже называю адаптами и агентами. Если мы будем ввести еще ревратив о вполне реально толщином средствах, то мы будем балансировать Это вопрос, который я себе тоже сейчас задаю Я уже даже не пытаюсь что-то кому-то высказать в том плане, что вот я не высоковка, вот я не проплаченый западный агент Я уже считаю в таком контексте, что мне уже все равно просто люди считают обо мне Вы считают, что я эгентом, вы считают, что меня на сулюзалом, вы считают, что я высоковка Если все равно все равно И не согласны, не согласны, агентом Так, любите существо Да, я хотела, знаете, в критике тебе говорить Я работаю в голове, в голове, в голове, в голове И вообще, понимаете, как бы вопрос с вашими людьми То есть, мы сами собираем свои вещи Когда мы понимаем Аллах Ашу, Аллах Асима Как наши профессионалисты, они понимают, что О том, что вообще, если есть только последний писатель Мама Асима, она у нас и в нашей школе Открывала человека, который понимает сам В принципе, живущих расходах В его регулярном, в советском, в его регулярном бизнесе Вообще, сама понимать Аллах Ашу Это не наша традиция Да, но у вас большинство Это как? Давайте, давайте деколонизировать свой язык И деколонизировать свои традиции Вот тогда так и как говорим Аллах Ашу, это не наша традиция Это случилось с нами Вот как пришло Это колония, это когда мы говорили Колония Это не флата Это традиция Это был экономический Социально-политический спрос Это инструмент Объединения Доброго-доброго То есть мы сами себя Войне Потому что я сейчас Когда начинаю Я прекрасно знаю этот элемент Потому что я начинаю обвинять Какие-то адекции И меня понимают В чем происходит Со стороны через контекст Советства Западного Или, например, когда мы сегодня Мы говорим Вторая мировая война Когда мы говорим Например, важно И как говорите? И как говорите? Уже устал? И все равно. Хотите вот так далее? Интересно, да. Просто я к тому, что я думаю, что очень бесполезно искать корни традиций каких-то. Было ли там ашут, как у нас говорят, это традиции кочевых народов или это что-то такое колониальное. Я думаю, что это вообще, честно говоря, бесполезный дискурс. Даже если традиция наших предков это не означает, что мы должны эти традиции сейчас соблюдать. Есть огромное количество примеров, наиглубейших оскорбляющих достоинства человека традиций, которые тем не менее были действительно нашими традициями, от которых мы вполне можем сейчас отказаться. Так что вы колоняне тут не означает, что мы должны вернуться к традициям, которые сейчас противоречат правам человека. Наши предки в армале и для них это было норм, сейчас это не норм. Мы можем отказаться без традиций. Это не делает нас западными эриками, это не делает нас анти-деклониальными, это делает нас просто, чтобы мы эволюционировали как люди. Наши традиции, наши нормы меняются. Я думаю, что это нормально. Спасибо. И когда мы говорим, что холост и педичность – это работа какой-то реальности, абсолютно не согласна. И когда мы называем такую реальность не только потому, что там какой-то центральной азиатской фактор, абсолютно не согласна. И, например, некоторые примеры, которые здесь показаны которые считают, которые не считают и не знают. Но все самогонные. Ах. 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 Я не хотела поделиться, вот с вами могут, но то, что Мы запишем с тобой о классном, а все еще опыты, тоже у нас пришли, где нравится сексуальность. Она говорит, ну он, а давай лучше так. Типа это вот тот день, и потом буквально через год. Да, через год она тоже говорит, а давай возьмем, можно писать комментарий, я говорю, о, давай я могу рассказать вам. Не знаю, ну, что угодно, давай я иду и кем. Нет, давай ты расскажешь, ну, каждую неделю. И это вот реально такой колониальный энергетик, что все ждут, что мы женщины Востока начнем рассказать про бюджет, про правы, про бюджет, про хитшапы, про хитшапы, про хитшапы. А я хотела рассказать. Я хотела рассказать про то, что, как права и мусульман в Казахстане тоже обсуждают, что мы про это сделаем. Она говорит, ну, нет, наоборот. Да, да, это такое, вот, это то, что обречь, бюджет, белые линии, продолжая вот это, вполне ажную историю. И, конечно, это то, что все может быть и не знаю, как как-то встать. Можно ли это? Можно ли это? Просто недавно мы взбрали нашу, востокую марку, и получаются вот мы вот все, организаторы. Возле этого памятника, можно кто? Возле борца спорта. Это нам крутое, там, знаете, журналисты, а завтракцы. В общем, она постоянно говорит над журналистом, а вы можете забраться на эту папку и из него закричать ваши вопросы? Мы такие говорим, это же ничего. Даже если, знаете, сама есть. Просто это настолько экзотизация, знаете, даже нас, как активистов, с той стороны, как на нас смотрят, буквально, как на какой-то... Она знает лучше, как на Шерманде. Да, да, да. Подсказывала. 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 Для них это полно. Да. Знаете, да, и голый прогулятор по площади, это не понятно. Понять прям, как идет. Да. Здравствуйте, Камал. Меня зовут Нат. Я являюсь основательной системой активистма в Астане и Плоте. Мы вот стараемся сейчас в дискусскохозяйственной комиссии, как раз в данной дате. И вопрос в том, что вот сейчас многие же казанисты, особенно женщины, которые живут, например, в регионах, в Баунах, они как бы тоже, ну, как вот, тоже жертвы, да, вот такая домашняя насилия, домашние постановления, домашние, ну, как, садовские клиники, да, потому что они понимают, что это тоже нормально, они как бы согласны с этим, но они все думают, что есть на это вот движение нарядных навыков, и не хотят ассоцироваться. Так так. Поэтому они не всегда поддерживают этот димашин, не выходят в музыку, что это чужое, да, но у нас есть свои проблемы тоже, да. И вот так вот вы, как, вот ваше же сшит тоже как фуалиде, 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 и вот как вы хотите добычу автодородов, как вы вот этих женщин, как вы такие фуалидно-язычные тоже стараетесь его приводить в вашем уректе? Мне понравилось ваш вопрос. Сейчас это правда, что фуалиде фуалиде, он реализирован в обществе, которые нас как будто, знаете, исключают из нашего контекста, из нашей страны, и пытаются сделать из нас как будто внешних каких-то врагов. На самом деле декламизация для меня сейчас является как будто инструментом общения с этим людьми. Инструментом общения даже довольно патриархальными, патриотностроенными мужчинами, когда ты ведешь с ними дискуссию, точнее диалог о том, что такое декламизация, о том, что вы за нашу страну, за нас, а не против нас. Потому что мы не оттуда, а вот мы отсюда все вместе. То тогда, как будто их внимание на нас, точнее, их отношение на нас меняется действительно. Вот сейчас мы пытаемся больше говорить на кандидатском языке, мы отвечаем в наши спектакли, мы делаем лозунги на кандидатском языке и ставим на первую очередь тем на русском. Сейчас мы представляем права женщины, которая столкнула с сексуализированным усилием со стороны трех судей-исполнителей в 2014 году. Дело патриарь вековой. То есть система, вы можете посмотреть в интернете. И для нас эта женщина является намного большим отцепорением гланиального феминизма в общем, чем все остальные вокруг места, и конференции, и так далее. Эта женщина, она сама одна, проводится против целой системы. Там, понимаете, ее уже десять лет таскают на судам. То есть мы вместе проходили 30 слушателей только за последние два года. Не говоря то, что о ближайших восемь летах. И эти мужчины, которые заселывали ее однажды в эксплуатационную группу, они сами являются работниками этой системы. Их отцы, их деды до сих пор работают там. Их несколько раз набили на взятках, на коррупции. Но тем не менее, она вот продолжает подвигать в судам, продолжает продавать апелляции, жалобы, пишет заявления. Тем не менее, они все еще на свободно. Но для меня именно эта женщина, которая никогда не знала, что ты был феминизм, до сих пор даже не имеет понятия. Она для меня вот является листворением. И именно защитой ее прав для меня является вот таким. Она не знает слова. Да, да, да. Она даже не думает об этом. Может, я расскажу вам, да? Может, не знали? Этим летом я была в Алсуэле, так вы не знали, что она с ним была. Он был там. Он был там. И я увидела очень много фотографий женщин. с макиярами, которая выигрывает в макире, с 7-4-5 лет. Но при этом, в другом состоянии, когда делают письма детей своей мамы. И вот, мне интересно, есть ли у нас кейсы истории, которые рассказывают о том, через что проходили женщины в этих макиям? Потому что, когда я не понимаю, там было соотруделенное население. Потому что откуда дети? Да. Есть вообще истории? Вот именно соцентральной Аджи, в Алжире, в Каракахах. Обязательно, может, не заметили? Да. Как это можно найти? У нас была выставка, есть электриктив, от Киминс у вас что называется, Ремен Балендайр, некоторые истории там есть. Мы делали арт-интервенцию в Алжир, мы работали с ними, есть электриктив, я не помню, есть ли помощные доступы, веб-сайдческая штука есть. А, каталог, да, у нас на программе есть. Есть истории. есть работа Алмагуны Ебаева, называется «Карлак». Она вот сейчас представлена на шарче Гнинари, мы эту работу тоже показывали. Есть работа и эти истории, есть книга, называется «Мамочки на кладбище». Есть работа Айла Саденова «Мамочки на кладбище». Это в Долинке. Есть академия Балаша, молодого пеков, которые выпускают архивные материалы, книги по этим вопросам в Караганде. Айла Саденова «Мамочки на кладбище на кладбище». Этого очень много было внутри. Этого действительно что-то нет. Этого макинолчика реальный, его больше никакого в Астане его не является. Есть работа, например, есть работа молодой художницы. Мы создавали эту работу в нашей школе выставки. Она называется «Точка». Это такая игра, в которой ты приходишь, играешь только как решили люди в таких лагерях системы. Много работ сделаны, но по поводу того, что это не так много. Спасибо. А можно еще один? Если я не знаю, много времени. Это не совсем вопрос. Это, скорее всего, дискурс, чтобы пообщаться с разными экспертами. Я думала, что тема лекции это будет деколонизация фемм-деколонизация Центральной Азии. Не помню, точно это назвали. Но я думала, что в первую очередь мы будем говорить о фемм-практиках, которые были непосредственно в Центральной Азии. И, наверное, самый крупный пример это Худжум. О чем мы сегодня, наверное, скользко говорили что-то, но на этом примере мы так и не остановились, потому что фемм-нарротирия Худжум воспринимает в негативном ключе, а точнее, со стороны колонизации смотрелись в позитивном ключе, что благодаря феминизму, социалистическому феминизму пришло образование женщинам, женщины перестали выдавать замуж в 13 лет, перестали воровать, начали им позволять работу и все такое. Но, с другой стороны, в новейшем фемм-нарротире за последние пять лет Худжум наоборот воспринимается в совершенно ином ключе, что, наоборот, женщин, которые, имея право на религиозную свободу, просто отнимали у них это право, заставляли делать то, что им не хотелось делать, они хотели посвящать себе жизнь Богу, носить хиджаб, это их полное право, при том, что я не являюсь, не считаю себя мусульманкой, но я считаю себя бортформным правом человека и считаю, что человек имеет право исповедовать ту религию, которую он хочет. Интересно послушать мнение разных людей на эту тему, что есть два наратива в этой стране. С одной стороны, я полностью за подачу образования женщин, за право голоса, и с другой стороны, это было сделано так радикально, и так бесчеловечно, и как рефлексировать на эту тему? Не совсем я сфальмировала четко, но интересно говорить. Я три дня назад разговаривала с вами, например, мы с ней обедали, и мы тоже обсуждали, потому что в Центральной Азии обсуждали, что, да, как, вот эти истории, которые сегодня мало поделили. Всю того, что, например, я присутствую там вне Казахстана, или еще в других странах, там, где сад, я работаю в серии экспериментов искусства, и художницы, которые помог рассказывать о своих историях, например. И вот одна из историй, которые рассказывает Саадат, я представляла, я себе говорю, через искусство, например, тоже у нее есть работы, касательно Джабы, например, и тоже Саадат поделилась, говорила, что вот она читала, например, воспоминания, что женщины себя чувствовали просто в голове, когда с них снимали, то есть они в зиге, когда ищешь просто, а люди... Ну, а документации они не писали, не записывали. Вы понимаете, что очень сложно исследовать эту тему, потому что они не оставили свои воспоминания, записыванные, например. Ну, например, ну, там, допустим, Саадат, я могу не спросить, или можно ей написать, какие прописки были, что чувствовали себя в голове, например, и у нее тоже есть работа, связанная с... например, просто у нас же не так сильно была стерилизация, как, например, в Кистиане, как в Кистиане, у нас здесь степи, была другая, а инфраструктура другая была, и у нас феминизм по-другому протекал, в степи. Я думаю, что есть некоторые работают, которые, как бы, исследуют джун, да, и больше не коммеряют эти самые, и больше всего, почему не посуду информации, вот, вы слышали, что я помню, там, были какие-то эпизоды, которые были документированы, когда женщины, они не могли, когда они там ходили на работу, они не могли снимать эту проблему, только они возвращались сюда, и, как бы, я думаю, это тоже акт какого-то заведения, более, чисто, но мы говорим, а вот вы сказали то, что иммунологии станут присущи, тут надо говорить не хиджаб, а именно хранжар, то есть, одеяние, да, оно было абсолютно черным, закрывались руки, ноги, естественно, были прорезь для глаз, но они также закрывались сеткой из лошадиного волоса, который назвал Чачхон. Действительно, Паранжа и Чачхон были характерны именно для женщин Узбекистана, и массово женщины начали носить такое одеяние, именно с приходом Российской империи, завоеванием, у нас, в лучшем случае, они выходили из дома именно в этой Паранже, то есть, они с трудом дышали, с трудом передвигались, но были женщины, например, Лортр писал то, что женщины Бухары отличаются тем, что их вообще нет на улице, то есть, если вы идете по Бухаре, женщин вы не видите, а вот в Ташкенте, да, женщины выходили на улице, но исключительно в этой Паранжее. Были женщины, которые вообще никогда из дома не выходили, а дом тоже делился на Ташкаре, и Чхаре, то есть, женщины жили на своей половине. Да, вот. Как работа? Работы, да. Есть работа Макса Пенсена, это фотограф, и именно эти женщины с фотографией Лолган. И вот, на время Худжума как раз таки погибло от двух с половиной тысяч до трех тысяч женщин в Узбекистане. И когда советская власть начала вообще эту кампанию в 8 марта 1928 года, они делали такой тоже перформанс, они в больших городах вытащили все свои паранжии и заставляли женщин сжигать. Значит, что было с женщинами? Женщины, которые посещали ликбец, да, разные школы, то есть, получали образование, они приходили домой, их мужья там забивали до смерти, каждый день это повторялось. И когда женщины, например, хотели развестись со своим мужем, муж приходил в суд и просто резал свою жену, то есть вот так вот, да. женщины, получается, вот так обороны, да. С одной стороны, их семьи, вот это патриархальное общество, с другой стороны, даже советская власть. И непонятно, также у нас вот пишут то, что именно не советская власть вообще предложила предоставить права женщинам, да, а вот именно джадиды, то есть до советской власти. Но джадиды тоже рассматривали женщин как инструмент для создания своей нации, из своего милата, то есть они пишут. То есть, получается, и советская власть хотели использовать женщин, да, в качестве своих союзников за, ну, за построение коммунизма и все такое. Но и вот местная интеллигенция, джадиды, например, они тоже самое, рассматривали женщин как тех, с помощью которых они бы могли построить вот эту вот нацию. от серьезных статус. Спасибо. Я просто пишу пока, что если вы нашли, что насилие пыталась быть женщин, то есть тогда не было кимищи, да. Это не подобие. Я знаю, даже, может быть, поэтому у нас нет каких-то крупных примеров историй. Женщины вот так живали. А, да. И вот иногда только таджички носили паранжи, но пишут то, что таджички вот женщины, ну, не все, которые носили паранжи, они покупали именно их у узбеков и на узбекских базарах. То есть вот так. А среди других народов казашьи, азербайджане, это не было распространено, абсолютно. Спасибо. Спасибо. Спасибо за эту информацию. Если честно, я не являюсь исследовательницей или теоретикам это, по-моему, филинизм не построили. В общем, я являюсь больше, как сказать, тематистой на практике, поэтому у меня была очень важная информация. Спасибо вам за это. Сейчас у нас осталась мало времени для того, чтобы обсудить неразовную бинарность. Если вы когда-нибудь слышали об этом, сейчас вы посмеетесь надо мной конкретно, я об этом узнала из ТикТока. Я то поколение людей, которое образовывается через ТикТок. Но потом я копнула глубже в эту информацию и затем только поняла, насколько все факт. Да, извините. Пожалуйста, за это слово. Вот. Возможно, вы слышали о том, что с колонизацией пришло не только, получается, освобождение, но также и навязывание таких вещей, как бинарность. И бинарность, когда я говорю об этом, не только касается гендерной идентичности, как я сейчас подумаю, а также деление всего на хорошее, доброе, белое, плохое, ой, белое и черное. То же самое с бинарностью с разной бинарностью пришло шоу декрасизм, экзотизация более, получается, темных оттенков кожи. Пошло вот это вот... В общем, я сейчас не прочитаю, я сейчас все прочитаю. Колонизаторы внесли свой вклад в формирование бинарного мышления через свои действия и идеологию. Они пришли в новые земли, засуществовали многие культуры и системы взаимоотношений, которые не соответствовали представлениям о том, как должно быть устроено общество. Колонизаторы начали применять свои собственные категории и классификации для того, чтобы описывать и организовать новые территории, которые они завоевали. Существует множество как древних, так и современных, которые признавались более двух гендеров. То есть сейчас мы говорим именно про гендерную идентичность и бинарных людей в различных культурах. Например, в традиционной культуре нативных американских народов есть понятие как «to spirit» или их называют «bad dash» или по-другому «двои версии». Эти люди обладали признаками поведения, свойственные как мужскому, так и женскому плову и выполняли функции, которые в обычном понимании относятся к женскому древнирующему плову. И это один из очень многочисленных примеров того, как в разных народностях было больше, чем один из этих двух гендеров. То есть один из примеров как навязывают колонизаторы на бинарность, например, подход к гендерной идентичности. В некоторых культурах, в которых колонизаторы встречались, существовали многие гендерные категории и понимание гендерной идентичности было гораздо более широким, чем в разных культурах. Колонизаторы же вводили свои собственные представления о том, что это означает быть мужчиной или женщиной, которые ждали местное население приспособляться к этим категориям. На этих фотографиях вы увидите получается в саманской культуре по центру в саманской культуре признается третий гендер он называется ПААПАИНЕ. Это мужчины, которые признают себя в качестве женщин и которые занимают особое место в обществе и выполняют функции, которые в других культурах могут быть отнесены именно женского пола. С правой стороны вы увидите скифа вы сейчас удивитесь также как пьян, но именно древние скифы начали первыми принять гормонотерапию и они использовали и они осуществляли с помощью латричных коней латрицы вот это это факт взорванный мозг если да это для того, чтобы да ну получается забрукировать гормоны тестостерона корректировать 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 тестостерона и можно да ну то есть третью четвертую сорок да или пятую или шестую да 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 патрик а можно узнать я перебрасываю я да окей у меня есть целая статья по этому сначала в тиктоке я могу сказать и тикток и статьи источник тикток да но девушка там вот такие недооценили также вот в некоторых культурах южной Абрике существуют люди из инзиса это мужчина который одевается и выступает в горле женщины в традиционных церемониях вот ниже получается справа видите южей которые называются они на сих пор существуют то есть до британской оккупации Индии эти люди считались официально как третьим гендером они колонизация были полноценными членами общества и после колонизации Британии после колонизации Индии и Британии эти люди решились практически всех своих прав и сейчас являются людьми второго сорта и это наглядный пример того как колонизация стирает лица земли истории целой группы людей вот даже в Таиланде существует традиция ката которая представляется сообщество мужчин вот слева сверху сообщество мужчин которые одеваются и ведут себя как женщины ката занимают важное место в местной культуре и выполняют ритуальные функции на традиционных праздниках вообще первые упоминания о невернатных личностях пришли с месопотамии это седьмое две тысячи лет до нашей эры вот так же например в классическом иудаизме уже на официальных лековисях было описано около шести гендер точнее не около а точно шесть гендеров так же в Японии существует традиция которая представляет свое театральное представление в котором мужчины одеваются костюмом женщин и играют женские роли так радзуху имеют богатую историю считаются важным элементом японской культуры и по всей мировой истории эти люди были палец сорта с лица всеобщей историей благодаря благодаря колонизации благодаря религиозным набегам религиозным висим висим если вам будет интересно это все в открытых общих источниках а вот вот это очень интересно сейчас расскажу в общем это уже когда это в англосаксонских лет писем было истинно женщина с мечом но когда упоминала женщина с мечом те люди понимали ее как женщина с плотом и колонизаторы также несли свой вклад в бинарное мышление через свои диалоги они считали что западная культура является надежной и прогрессивной в то время как местные культуры считались дикими и отсталыми и это приводило к тому что колонизаторы видят мир термина цивилизация и дикость где цивилизация была сенормом западной культуре и всего того что было с ней связано все тоже диким по-русски все нормально если футберых США когда мы проголоскина купили это будет перед и год она